Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев. Это канал Футбол. Это жизнь. Итак, третий уже выпуск футболистов через 5 лет, когда я сам выбираю футболистов. И мне кажется, это заходит. Сегодня игрок, который должен через пару лет, после того, как из карьеры из футболистов уже уйдут, как Леонель Месси, так и Крещен Роналдо, мне кажется, именно Неймар должен когда-то дострельнуть и стать лидером своего клуба. Сейчас, мне кажется, он не лидер ПСЖ, так как там уже и Мбаппе раскрылся. Так что вот они и конкурируют. Но сегодня именно Неймар, это самая дорогая сделка в футболе, 222 миллиона. За такие деньги он перешел из Барселоны в ПСЖ. Ну что же, посмотрим, как закончится и будет его карьера хотя бы через 5 лет. Поехали! Закончился первый сезон за Неймара, и ПСЖ стали чемпионом Франции. Суперкубок Франции выиграли Монако, обыграв ПСЖ по пенальти. Кубок Франции выиграл Нант, обыграв Лиль со счетом 2-1. Кубок Лиги Франции выиграл Бордо, обыграв Рен по пенальти. Лигу чемпиона выиграл Тоттенхэм, обыграв Атлетико в финале со счетом 1-0. ПСЖ вылетели в 1-8 от Манчестера Юнайтеда со счетом 4-1. Лигу Европы выиграл Лацио, обыграв Монако со счетом 1-0. На чемпионат мира 2018 года сборная Бразилии квалифицировалась с первой строчки. На чемпионате мира в группе H сборная Дании вняла первую строчку, а бразильцы вышли со второй. В 1-8 по пенальти только смогли обыграть немцев, в четвертьфинале обыграли португальцев, но вот в полфинале уже вылетели от испанцев, которые проиграли в финале бельгийцам со счетом 2-1. Ну а бронзу чемпионата мира 2018 года забрала сборная Бразилии. Закончился второй сезон за Неймара и ПСЖ снова стал чемпионом. Суперкубок Франции на этот раз за ПСЖ. Кубок Франции выиграл Марсель, обыграв Монако со счетом 2-1. Кубок Лиги Франции выиграл ПСЖ, обыграв Сан-Тетен со счетом 2-1. Суперкубок Европы выиграл Тоттенхэм, обыграв по пенальти Лацио. Лигу чемпионов выиграл Мадрид Кириал, обыграв Баварию со счетом 2-1. ПСЖ в этом сезоне снова вылетели от Барселоны, но только уже на стадии четвертьфинала со счетом 3-1. Лигу Европы выиграл Ливерпуль, обыграв Монако со счетом 2-1. На Кубке Америки 2019 года сборная Бразилии на групповом этапе выиграла все три матча и вышла в плей-офф вместе с Парагваем. В четвертьфинале разгромили мексиканцев. В полуфинале 2-0 обыграли аргентинцев. Ну и в финале обыграли уругвайцев. И бразильцы стали чемпионами Америки. Итак, закончился третий сезон за Неймара. ПСЖ снова стал чемпионом. Суперкубок Франции выиграл ПСЖ. Кубок Франции выиграл Монако, обыграв по пенальти Бордо. Кубок Лиги Франции выиграл Ницца, обыграв Генгам со счетом 2-1. Суперкубок Европы выиграл Ливерпуль, обыграв Реал со счетом 1-1. Лигу чемпиона выиграл Челси, обыграв Ливерпуль со счетом 3-1. ПСЖ вылетели в четверть финале от Атлетика со счетом 3-2. Лигу Европы выиграл Эспаньол, обыграв в финале Лассо со счетом 1-0. Суперкубок Франции выиграл Тулуза, обыграв Аминьен со счетом 3-1. Кубок Лиги Франции выиграл Ницца, обыграв Аминьен со счетом 1-0. Суперкубок Европы выиграл Эспаньол, обыграв по пенальти Челси. Лигу чемпионов выиграл Манчика Сити, обыграв в финале Челси со счетом 2-0. ПСЖ в этом сезоне даже не вышли из группы в Лиге чемпионов и даже не попали в Лигу Европы. Лигу Европы выиграл Тоттеншем, обыграв Реал Бэдис со счетом 3-1. На Кубке Конфедерации 2021 года сборная Бразилии вышла с первой строчки в месяц со сборной Испании. В полуфинале бразильцы вылетели от французов, которые уже в финале обыграли испанцев и выиграли Кубок Конфедерации. И даже в матче за третье место бразильцы проиграли итальянцам со счетом 3-2. В последнем пятом сезоне за Неймара ПСЖ занял пятую строчку, чемпионом стал Леон. Суперкубок Франции выиграл Тулуза, обыграв по пенальти ПСЖ. Кубок Франции выиграл Леон, обыграв Метт со счетом 4-1. Кубок Лиги Франции выиграл Леон, обыграв Ниццу со счетом 2-1. Суперкубок Европы выиграл Манчезе Сити, обыграв Тоттенхем со счетом 2-0. Лигу чемпионов выиграла Барселона, обыграв Атлетика со счетом 3-0. В этом сезоне ПСЖ выбились в Лигу Европы. Лигу Европы выиграл Эвертон, обыграв финале Вольбург со счетом 1-0. ПСЖ вылетели в 1-16. На чемпионат мира 2022 года сборная Бразилии коалифицировалась со второй строчки. На чемпионате мира 2022 года в группе H бразильцы вышли в плей-офф вместе со сборной Голландии. В 1-8 бразильцы обыграли Камерун со счетом 3-1, но уже в четверть финале проиграли англичанам, которые вышли в финал и проиграли французам со счетом 2-1. Субтитры сделал DimaTorzok ВКонтакте, ссылка будет в описании. Там будет много анонсов по поводу будущих роликов на канале, так что обязательно подписывайтесь. Ну что же, с вами был Андрей Хорев и канал Футбол.Жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok